В среду Кохтлоярве стал центром борьбы за экологию. К сожалению, эти слова приходится брать в кавычки, потому что пока жителям Ярвецкой и Кукрузовской части города о свежем воздухе приходится только мечтать. В первой половине дня в зале заседания городского собрания и довирусская инспекция окружающей среды представила промежуточный отчет о состоянии атмосферы в городе. Его слушали представители промышленных предприятий, руководители города. Мэр Кохтлоярва Евгений Соловьев так охарактеризовал прошедшее собрание. Сегодня промежуточный отчет о том, в каком же состоянии воздух. Но хочется сразу же отметить, что при введении этого нынешнего семинара руководитель инспекции окружающих среды говорил о том, что есть концентрация выбросов отдельных вредных веществ, которые находятся в пределах нормы, но тем не менее ощущается всеми нами, так сказать, нашим обаянием. Поэтому для наших жителей города Кохтлоярва наличие этого запаха сегодня хоть и в пределах нормы, но с моей точки зрения они все равно называют неприятные ощущения, и ни в коей мере не могут быть, так сказать, исправданиями того, что значит, это в пределах нормы концентрации. Господин мэр, пока вы сидите на совещании вместе с экологами, в городе стоит такая вонища, что это неудобством назвать будет слишком ласково. Но речь идет о том, Валерий Николаевич, конечно, тут конкретными вопросами, какие же предусматриваются мероприятия для того, чтобы внести эти уважения, вот эти запахи, какие на это необходимости, пока на эти вопросы ответы нет. Скажите, пожалуйста, может быть я что-то пропустил, там хоть один звук был про состояние здоровья населения в результате этих выбросов в допустимых нормах, о том, как они влияют на здоровье людей, особенно детей города. А жители Кокрузовской части города живут по соседству с вулканом. Во второй половине дня в музее Сланца, расположенном в Кокрузовской части Кухлоярве, представитель Министерства окружающей среды Лина Лайверик рассказала немногочисленным собравшимся жителям поселка о результатах исследования источника загрязнения атмосферы, коим является находящийся рядом террикон старой шахты Кокрузы. Специалист назвала террикон свалкой отходов с повышенной категорией опасности. Он элементарно горит, извергая дым, содержащий вредные вещества. Им и дышат 600 жителей маленького уютного поселка. Террикон находится на территории Кохловской волости, старейшая на которой Эльти Кагаров также пришла на эту встречу. Гора Кокрузы, она остаток сланца, и там гора горит. Запах идет, и это опасно для жителей. Если ветер со стороны горы, она делает вред населению. Люди жалуются, что когда открывают окна, они не могут спать спокойно, потому что какой-то запах проникает в квартиру, они даже не могут квартиры проветривать. Еще очень грунтовая вода на глубине 10 метров, она там феномы. Все идет дальше, это собрезнение. Есть одна вариант вынести оттуда, и остальное переставить весь этот материал, гору с одного места на другое. Опасности, конечно, будут, что возгорание может повыситься. Скажите, господа старейшина Волости, в этом исследовании идет речь только о технических вариантах, или есть что-то о влиянии проблемы на здоровье людей? Сейчас нет.